Привет! Мы находимся в студии передачи Digitarg. 31 января Теля предлагает всем принять участие в Дне цифровой уборки и почистить свои компьютеры от ненужных файлов и данных. Татьяна, расскажи, пожалуйста, подробнее об этой инициативе, о том, что из себя представляет День цифровой уборки. День цифровой уборки мы запустили впервые в прошлом году. Его основная цель — это, так сказать, привести свою цифровую жизнь в порядок, то есть избавиться от ненужных файлов, фотографий, документов, которые со временем превращаются в цифровой мусор. Всем пользователям смарт-девайсов, любых устройств важно понимать, что цифровой мусор где-то хранится, и хранится он в первую очередь на серверах, которые потребляют огромное количество электроэнергии. Если с этим ничего не сделать, то к 2025 году одну пятую часть всей энергии, произведенной на планете, будут потреблять именно хранители данных. А это огромный карбоновый след в нашей атмосфере. Во-вторых, конечно же, приведение в порядок своих девайсов, удаление старых файлов, оно поможет и в повседневной жизни, потому что люди смогут быстрее ориентироваться, находить какие-то нужные документы. Это очень важно на работе. Снизит уровень стресса, позволит быстрее проводить какие-то рабочие процессы и так далее. Расскажи, пожалуйста, как этот день проходил в прошлом году. В прошлом году день цифровой уборки, большой цифровой уборки, проходил 25 января. В этот день было удалено невероятное количество информации, целый один петабайт, это 1 миллион гигабайтов ненужных файлов. В прошлом году с нами вместе в инициативе приняли участие огромное количество как простых пользователей, частных клиентов, так и более 70 предприятий, например, Taxify, Pipedrive, Министерство экономики и коммуникации, школы, предприятия из абсолютно различных областей. В этом году присоединятся новые предприятия к этой инициативе, например, Растиэнергия, представитель которой сегодня с нами в студии. Здравствуй, Никита. Возникновение цифрового мусора можно избежать, если рабочий процесс организован эффективен. Расскажи, пожалуйста, какие инструменты Эстэнергия используют для того, чтобы цифрового мусора было как можно меньше? В 2016 году мы начали развивать наше рабочее место и начали внедрять различные рабочие инструменты Microsoft. И цель была в первую очередь создать такое рабочее место, чтобы работники могли эффективно общаться друг с другом, проводить собрания. И сегодня они могут создать команду в рабочую среду, положить документы, поделиться этими документами с партнерами, также могут получить к этим документам доступ с мобильного телефона, даже с домашнего компьютера. И таким образом у нас возникла инициатива к дигитальным рабочим местам, в рамках которой мы стремимся создать рабочую среду, которая будет продуктивной для работников. Но нужно учитывать, что так как мы дали работникам достаточно много свободы, то есть они вот сами могут создавать команды, то их нужно чистить. И, собственно, это как раз-таки одна из причин, по которой стена Эльга решила участвовать вне цифровой уборки. — Никита, дай, пожалуйста, пару советов. Как каждый человек может сократить количество цифрового мусора на своем компьютере? — Хороший пример — это когда вы получаете какой-то email, в котором есть приложение. Допустим, вот я отправляю Татьяне email, там приложение, которое она хочет отредактировать. Когда этот документ скачен, то у нас уже появился дигитальный мусор, и в дальнейшем этот документ будет отредактирован к тобой, ты отправляешь его дальше. То есть у нас один документ уже путешествует по разным местам, и в итоге он везде дублируется. И сегодня у нас 2020 год, то есть сегодня, если есть возможность у предприятия, то лучше использовать цифровые решения, то есть делиться документами, и тогда мы будем все работать над одним документом, и нам будет проще находить этот документ. То есть не будет такой ситуации, когда мы называем документ версия 1, версия 2, потом окончательный, потом окончательно-окончательный. То есть такой документ уже в поиске не найти. И вот это первое решение, которое работники могли бы предпринять, то есть делиться документами вместо того, чтобы их отправлять как приложение. А может быть что-то еще? Еще один пример. Мы можем спешить и создать какие-то папки или документы, не продумав название или структуру. Это тоже такой цифровой мусор, от которого можно было бы избавиться и объединить в единое целое. То есть одна из вещей, которые я точно собираюсь сделать, это вот как раз таки смотреть вот эти рабочие группы, которые у меня созданы. На самом деле это очень хороший совет не только для, скажем так, предприятий, но и для частных пользователей. Попробовать посмотреть все папки у себя на личном компьютере и как-то их разгруппировать, рассортировать, чтобы было очень логично все расстроено и было бы удобнее ими пользоваться. Еще один хороший совет, кстати, мне сейчас пришел на ум. Мы очень много говорим о папках и документах. Очень важная часть цифровой мусора, очень большая, это приложение в наших смартфонах. Ведь очень часто мы скачиваем какое-то приложение, скачиваем какую-то игру, один-два раза попользовались, один-два раза поиграли и забыли. Они все остаются храниться у нас на смартфонах. Все-таки сейчас объем памяти на смартфонах позволяет очень много скачать и очень много оставить. Так что во время цифровой борт не стоит забывать также и про приложение в смарт-устройствах. А фотографии и видео, они же тоже занимают очень много места. Ну, это естественно. Скажем так, наверное, по объему фотографии, видео, музыка, это, наверное, самые первые, самые значимые файлы. А вот там уже дальше нужно смотреть и документы, и письма с папки со спамом тоже очень полезно чистить. Потому что, да, там очень большой объем информации сохраняется и приложение в смарт-устройствах. Хорошо. Татьяна, кто, как и где может присоединиться к дню цифровой уборки? Как ты уже упомянула, в этом году день цифровой уборки будет проходить в Телии 31 января, в пятницу. В этот день мы всем своим сотрудникам позволим потратить рабочее время на то, чтобы привести в порядок рабочие устройства, компьютеры, смартфоны, электронную почту, облачные сервисы и так далее. Все остальные могут принять участие очень легко и просто. Мы ждем как обычных пользователей, так и предприятий. Зарегистрироваться можно на сайте, который вы видите на экране. И там же, на этом сайте можно получить очень много полезной информации. Мы будем делиться информацией как на страничках Телия в Facebook, так и в портале Digitarg. Советы о том, как упорядочить файлы, как сформировать из этого полезную привычку. То есть много информации, следите за новостями. Никита, Татьяна, большое спасибо, что пришли к нам в студию. Присоединяйтесь к цифровой уборке 31 января. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...